Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости. А в этом видео хочу с вами обсудить такое состояние, как бактериальный вагиноз. Что же это такое, чем он опасен и почему же он так часто встречается. Давайте с вами будем разбираться. На самом деле, баквагиноз, да, это действительно частое явление. И это, в первую очередь, не инфекционное заболевание. То есть, это не инфекция, передающаяся половым путем. Это тогда, когда нарушается нормальный баланс во влагалище лактобактерий и условно-патогенной флоры. То есть, количество лактобактерий становится меньше, а количество условно-патогенной флоры увеличивается. И в результате вот этого нарушения нормального соотношения развиваются у женщины неприятные симптомы, которые могут продолжаться длительное время. Лактобактерии вообще это наши друзья, это наши защитники. И они в норме живут во влагалище. И их основная функция, это, конечно же, защитная. То есть, они поддерживают естественный уровень PH во влагалище. В норме во влагалище должна быть кислая среда. И вот эту кислую среду как раз-таки поддерживает лактобактерии. Помимо лактобактерий во влагалище живет и условно-патогенная флора. Это всем известная гардонерелла, это уриоплазма, это микоплазма, хоминис. Это могут быть грибы рода кандиды, это может быть кишечная палочка. И вот когда условно-патогенной флоры становится слишком много, то как раз-таки развивается вот такой воспалительный процесс. И как следствие вытекающие очень неприятные симптомы. И вот когда этой условно-патогенной флоры становится много, она приводит к тому, что развивается ряд очень неприятных состояний. Таких как бактериальный вагиноз, кандидоз, различные вагиниты, то есть воспалительные процессы. Что же провоцирует увеличение количества условно-патогенной флоры? То есть какие причины, какие состояния приводят к тому, что нарушается баланс лактобактерий и условно-патогенной флоры? То есть в каких условиях условно-патогенная флора начинает активно увеличиваться в количестве? И в первую очередь это, конечно же, неправильное питание, когда в рационе очень много быстрых углеводов, очень много сахаров. Также различные стрессовые ситуации могут приводить к бактериальному вагинозу. Тяжелое течение хронических заболеваний, это нарушение углеводного обмена, такие как инсулино-резистентность, сахарный диабет. Это различные хирургические вмешательства, это травмы могут приводить к такой ситуации после операционный период, особенно если он протекает тяжело. Это онкозаболевание, это лучевая терапия, это неправильная одежда, и в частности тесная одежда может приводить к этому. При беременности может отмечаться рост условно-патогенной флоры. Если у женщины не было давно половых контактов, и, соответственно, она меняет полового партнера, это тоже может спровоцировать увеличение количества условно-патогенной флоры. Если женщина неправильно соблюдает личную гигиену, использует ежедневные прокладки, либо она нечасто меняет тампонные прокладки при менструации, это также может привести к усиленному росту условно-патогенной флоры. Сама по себе условно-патогенная флора, если она просто выявлена по анализам, при этом ничего вас не беспокоит, то вот само по себе вот эту условно-патогенную флору лечить не нужно. Это тоже важно понимать. Но вот если она создает проблемы, эта условно-патогенная флора, то здесь, конечно же, требуется особый подход. Какие же симптомы наведут нас на мысль, что условно-патогенная флора создает нам воспалительный процесс и создает нам заболевание? И в первую очередь, это, конечно же, появление специфического запаха из влагалища. И женщины такие сразу скажут неприятный запах, в виде запаха тухлой рыбы. Это могут быть измененный характер выделений, обильные выделения, они могут быть зеленоватые, они могут быть серо-зеленоватые, они могут быть белые. Возможно, появление дискомфорта, зуда, жжения. Эта ситуация может усугубляться после полового контакта. Также, помимо этого, вагиноз может протекать совершенно бессимптомно. То есть женщину может в таком случае вообще ничего не беспокоить. И поэтому, если есть вышеперечисленные жалобы, то здесь, конечно же, требуется лечение. Лечение индивидуальное подбирает врач, исходя из текущей вашей ситуации, после сбора анамнеза, после осмотра в кресле, после изучения всех анализов, уже доктор корректирует и подбирает лечение. Если у вас условно-патогенная флора вышла только по анализам, и вас ничего не беспокоит, то в таком случае это не требует какого-то дополнительного специфического лечения. Я надеюсь, это видео ответило на такой достаточно частый вопрос, что же такое бак вагиноз и что с этим делать. Если у вас остались вопросы к самой персональной вашей ситуации, рада буду видеть вас на своей личной консультации, чтобы записаться на консультацию. Переходите по ссылочке под этим видео. Я желаю всем огромного здоровья. Берегите себя и до новых встреч!